МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первых беженцев из Украины приняла Самарская земля. В Хворостянском районе губернии им приготовили уютный кров и стол. Победе героям-ветеранам посвящается. В 11-й раз в Сызрани прошла военно-спортивная игра «Патриоты России». Памятник герою открыли в Жигулевске. Все больше зрителей и гостей из Самарских и из других городов привлекает уникальное представление в Сеергиевске. Ночь в музее стала настоящим праздником творчества, мастерства, фантазии и игры. Семья беженцев с юго-востока Украины прибыла в Самарскую область. Жители села Абашевых в Хворостянском районе встретили их хлебом с солью. При губернаторе Николае Меркушкине была создана комиссия по оказанию помощи украинским регионам. Семьям, готовым приехать в Самарскую область, будут предоставлены жилье и работа. «Этот дом уже похож на жилой. Здесь все есть, все пригоден для жилья. И все дело в том, что здесь ждут людей, которые вот-вот приедут из мятежной Украины. Они уже готовы войти и посмотрим, каковы будут их чувства». Дом номер 8 на улице Озерной села Абашево с понедельника начал жить новой жизнью. Поставал он довольно давно, а сейчас представители администрации сельского поселения, соседи и сочувствующие привели в порядок треусадебный участок, создали хоть и минимальный уют внутри дома и, что немаловажно, заполнили холодильник. Здесь ждут гостей. «Здравствуйте!» «Здравствуйте!» «Конец-то приехали!» «Мы же вас дождали!» «Уважаемые Наталья Николаевна, дорогие детки!» «Мы рады вас видеть и приветствовать на нашей Абашской земле!» «Коростянский район не безразличен к событиям, которые происходят сейчас у нас на Краине. Мы надеемся, что вы в нашем поселении найдете полную поддержку и помощь». «Яички, мясо, все у вас приготовили, да. Будете, значит, нуждение ставить. Хорошо. Давайте пройдем туда». Социальные сети стали мощным объединяющим началом. С легкой руки Ольги Плотцевой еще несколько семей из Украины готовы собрать чемоданы. Местную власть это не пугает. «24 марта сообщение было губернатора нашего Николая Ивановича Меркошкина. Он сказал, что всеми силами будем помогать беженцам с Украины. Даже была создана комиссия. Понимаем, все, что там происходит, это нонсенс в 21 век». Администрация сельского поселения, местные жители, которые узнали сразу же о приезде, так скажем, вынужденных гостей Поростянского района, принесли продукты, что-то из постельного белья. Центр социального обслуживания готов поделиться любой одеждой из банка вещей. Все необходимое, чтобы жить здесь и сейчас, есть. «Чувствуется усталость от дороги. После пересечения границы спали почти сутки, говорит Наталья. Но и облегчение тоже чувствуется. Я бежала не от тягот практически военного положения, а чтобы спокойно было за детей, признается женщина». «Наши женщины Харькова, Харьковской области, которые принимают самое такое действие на всех митингах, оказывают помощь по больницам, медики те же, понимаете? Потому что на митингах в основном, если кто-то и страдает, да, вот из наших, то к ним врачи не пускают. Забирают сначала пострадавших с той стороны. «Другого выхода нет. А ситуация, скорее всего, затянется. Она затянется в любом случае. Я не знаю, люди, наверное, паском даже все границы будут закрывать. Детьми будут как-то пробираться». Алена, Кирилл и Анечка с детской непосредственностью быстро освоились в доме на участке. Рассказали о том, что хотят найти друзей, а Аня уже посадила в свой маленький сад. В Центральную больницу Кенечеркасского района с начала апреля с жалобами на укусы клещей обратилось более 30 человек. Опасных насекомых можно встретить не только в лесу, но и в парке. В период их активности необходимо вооружиться знаниями, как себя вести в зеленых зонах. Буквально несколько шагов по высокой траве и клещ на одежде. Еще несколько минут, и он уже ищет подходящее место для укуса. Самое активное для этих насекомых время весной. Встретить их можно не только в лесу, но и в парках, и даже возле своих домов. Так и произошло с Сергеем. Клеща, уже плотно впившегося, он обнаружил только вечером. В душ купался, как говорится, вечером. Ну, обнаружил, что у меня вот он прицепился. Но под действием воды он у меня сам оторвался. Ну, небольшое покраснение на этом месте, где он внедрился. Ну, решил сходить в больницу, сделать прививку. Инъекция иммуноглобулина и есть профилактическое средство от тяжелого инфекционного заболевания – энцефалита. Клещи зачастую оказываются его переносчиками. А потому при укусе маленького кровопийца не стоит удалять его самостоятельно. За профессиональной помощью необходимо обратиться к врачу. Если вы клеща полностью не удалите, останется какой-то фрагмент, то потом может возникнуть воспаление. Заметить укус клеща можно далеко не сразу. Такие симптомы, как зуд, боль, высокой температуры, могут появиться гораздо позже. А вот предотвратить проникновение насекомого возможно. Для этого просто стоит помнить о мерах профилактики. Если вы вдруг собрались в лес идти, одежда должна быть плотно к телу прилегать. На голове должен быть убор обязательно. Соблюдение таких правил позволит избежать неприятных последствий от случайного общения с этим насекомым. Однако бояться клещей не стоит. Полностью избавиться от них не получится. А значит, нужно просто научиться с ними разумно сосуществовать. К окончанию учебного года в Безенчукском районе проводится акция «Одаренные дети», вставшая здесь традиционной. Талантливые школьники получают премии за успехи в учебе и общественной жизни. Несмотря на юный возраст, школьники достигли значительных успехов в науке, спорте и общественной жизни Безенчукского района. Отрадно отметить, что из года в год количество номинантов премии увеличивается. Проходило награждение в шести номинациях – учебно-исследовательская деятельность, художественное творчество, прикладное и техническое творчество, любительский спорт и туризм, общественно значимая деятельность и молодежь района. Для каждого из ребят это значимое событие, к которому они шли, прилагая немалые усилия. Мне кажется, это просто стремление поставить цель и идти к ней к намеченной цели. Как это, ну, сперва это, конечно же, нам родители дали, то, что отправили нас в какое-то объединение. Я, например, занимаюсь в Центре детского творчества «Камертон» в ансамбле «Танц-талисман». И вот это вот стал, наверное, тот рывок. Поэтому и добились таких успехов. Любимое занятие Максима Демидова – танцевать. Он всегда стремится к творческому самовыражению, демонстрируя заразительный пример с верстником. Это очень престижная премия. Я, пожалуй, пожелаю только одного того, чтобы они так же добивались ее упорно. Многие годы шли к этому, продолжали свой творческий путь. Вот уже на протяжении 18 лет проходит церемония награждения именной премией. Для многих мальчишек и девчонок она стала отправной точкой во взрослую жизнь. Сейчас эти люди востребованы в своей профессии и трудятся на благо Безенчукского района. Напутственное слово лауреатам именной премии 2014 года подготовили лауреаты прежних лет. А те дети, которые сегодня получили вот эту достойную награду, достойное признание, наверное, самую первую награду, продолжат развитие и будут достойны достойным представительством нашего района в области, в России и даже, может быть, за рубежом. Талант, заложенный в каждом ребенке с рождения, даже при поддержке родителей, не всегда может раскрыться в полную силу. Опытные и отзывчивые педагоги превращают способных детей в одаренных. Ответные слова от имени родителей номинантов прозвучали в адрес их верных наставников. Благодаря вашему педагогическому таланту и четкому отношению наши дети сумели поверить в себя и добились столь значимой победы. Ирина Андреева, Наталья Гонзуревская, телерадиокомпания «Аспект», Безинчукский район. «Аспект» Военно-спортивная игра «Патриоты России» проходит в этом году в 11-й раз. В игре принимают участие 21 команда. Это представители средних общеобразовательных школ города, среднеспециальных и высших учебных заведений и общественных организаций. Мы ее посвящаем Великой Победе в войне 1941-1945 годов нашим ветеранам, героям. И цель этой игры заключается в том, что дело наших дедов и прадедов сегодня подхватывает современная, активная молодежь. Немногие взрослые, не то что подростки, могут похвастаться умением снаряжаться в огнеупорные костюмы, готовиться к тушению пожара. А вот у Тани такая возможность была. «Было очень интересно, весело. Мне предстояло одеть на время пожарную одежду, то есть комбинезон, штаны, комбинезон, куртка, ремень и каску. Было очень сложно, тяжело это все. Пробежать надо было и закрепить шланги». Это лишь часть тех испытаний, которые предстояли участникам. Проявить себя ребята старались в метании гранаты, разборке и сборке автомата, на стрельбе, разминировании, разведке, радиационной, химической и биологической защите, ориентировании и полосе препятствий, беге, выполнении комплекса упражнений, одевании спортивного комплекта. С заданиями справились все. Но лучше других среди школ оказались гимназия, среди учреждений высшего и среднего профессионального образования, Сызранский политехнический техникум. Еще одним примером увековечивания священной памяти о героях войны в губернии стало больше. В Жигулевске открыт памятник герою Советского Союза Федору Ивановичу Ткачеву. Родился он в 1917 году в семье рабочего. Окончив начальную школу и сам посвятил себя рабочей специальности. В 1943 году в составе 574-го стрелкового полка в числе первых переправился через Днепр. Будучи командиром артиллерийского орудия, уничтожил несколько огневых точек противника. За мужество и героизм получил звание Героя Советского Союза, Орден Ленина и медаль «Золотая звезда». Именно в этом доме жил Герой Советского Союза Федор Иванович Ткачев. Наконец-то спустя много лет в честь этого великого человека был возведен памятник, чтобы жители Жигулевска помнили и знали Героя своей Родины. Федор Иванович родился в селе Отважный, на месте которого вскоре образовался город Жигулевск. Отсюда уходил на фронт и после окончания войны вернулся в родной город, жил и трудился здесь, на благо Родины. Он очень был честный человек, уважаемый человек был, закончил свою жизнь кочегаром, никуда не пробивался. Инициаторами изготовления и установки памятника стали ветераны Великой Отечественной войны и сыновья Федора Ивановича. По их обращению, учитывая огромный вклад в деле убековечивания памяти о Великой Отечественной войне, при финансовой поддержке предпринимателей и администрации Жигулевска был изготовлен, установлен памятник Герою Советского Союза. Память и имя Федора Ивановича Ткачева до сих пор чтится в нашем городе. В церемонии открытия памятника приняли участие первые лица города, ветераны и жители Жигулевска. Ангелина Гаврилова, Ольга Сущенко, Юрий Токмаков, Олег Калмуков, Виталий Ишенков, телеканал ФТВ Жигулевск. В Нефтегорском районе особой популярностью у любителей народной песни пользуется хор ветеранов войны и труда. В этом году ему исполнилось 30 лет. Гостями юбилейного концерта стали и благодарные зрители, и гости, самодеятельные артисты из других районов. Высокий уровень исполнения, умело составленные программы позволили этому коллективу быть одним из лучших не только в районе, но и в области. Хор возник по инициативе нашего управления культурой и районного дома культуры. Мы на совместном совещании об этом много говорили, а потом приступили к ее организации с помощью военкоматов и райкома партии, райисполкома. Мы им об этом очень помогли. Репертуар хора широк и разнообразен. Это песни патриотические, лирические, народные, песни военных лет. Весна 45-го года, как долго Дунай тебя ждал. Возруски на площади веры свободной солдат на гармонии играл. За 30 лет в копилке хора 526 концертов и выступлений, а репертуар коллектива состоит из более чем 200 произведений. Участники хора, став одной семьей, преподносят свое песенное искусство людям, за что в ответ получают благодарности и бурные аплодисменты зрителей. Ирина Ковтунова, Сергей Николаев, телеканал «Невсегорск». Двери Сергеевского музея в этот праздник были открыты всю ночь. С пятницы на субботу посетить хранилище истории мог любой желающий. В 18 часов началась торжественная часть. Вкратце и прошло знакомство с мастерами декоративно-прикладного творчества не только нашего района и художниками. Не вовлечь в программу русскую избу сотрудники музея не могли. Современная постановка известной сказки «Морозка» понравилась и детям, и взрослым. Нет, стать хочу я всех белее, всех румяней и милее. Наша Наська как румяна, не мозоль глаза. Мама мне в лица, как у нее. Настроение добавляло выступление фольклорного ансамбля «Зорица». Впервые в его составе зрители услышали мужские голоса. Здесь же свою новую коллекцию «Краса Варвара» представил школьный театр «Модушик» в село Красносельское. Но все же самым интересным стало открытие новых экспозиций. По традиции, извечное правило – экспонаты руками не трогать. Отменили, пощупать можно было любой выставочный экземпляр. Мы ежегодно посещаем, ежегодно участвуем в программе «Наш музей». Нам очень все нравится. Мы просто в восторге от всего. Каждый год есть что-то новое, новые картины, новые поделки. Занятия здесь себе могли найти как интеллектуалы, так и любители рукоделия. Альбина Арзаева, Вологодская кружевница, посвятившая кружевоплетению более 50 лет, под ее руководством прошел и мастер-класс. Областному центру надо брать пример с провинции, потому что цивилизованно подход идет во всем. Куклы – это экспозиция. Также привлекала немало внимания посетителей. Более 70 штук еще советских Машей и Наташей, обшитых в новые наряды, красуются рядом с современными Барби. И, надо сказать, ничуть им не уступают. Вторую жизнь игрушкам, собранных на чердаках и свалках, подарила Мария Сергеевна Кузовенкова, жительница нашего района. Мастер-классы по различным техникам продолжались до полуночи. Освоить валяние, кружевоплетение, технику скраббукинга и многого другого могли все те, кто заходил в эту ночь в музей. Так, акция «Ночь в музее» набирает рейтинг и по праву может претендовать на звание одного из самых ярких событий года. Надежда Иларионова, Александр Семкин, телекомпания «Радуга-3». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова